Девушки отдыхают И вот теперь каждый из нас может попытать свое счастье прикоснуться к безграничному и вечному Мировые каналы запускают реалити-шоу, победители которых отправятся в космос Но это не все Также мы расскажем, почему пользователи социальных сетей боятся удалять псевдо-друзей Государство создаст новую поисковую систему И в каком году станет невыносимо жарко США отправят простых людей в космос Совсем скоро в Штатах запустят несколько реалити-шоу, победители которых отправятся в космос Так, канал NBC запускает сериал под названием «Космическая гонка» Победитель этого шоу получит билет на космический корабль Virgin Spaceship Tomb Его вместительность — шесть пассажиров Аппарат должен был начать перевозки еще в 2008 году Но по техническим причинам это случится только в 2014 Кроме того, Sony совместно со Space Expedition Corporation собирается начать съемки программы «Миссия Звездный путь» Знаменитости будут бороться за право полета на космическом корабле Пользователи Facebook боятся удалять раздражающих друзей Социологи провели исследование и выяснили, с кем люди дружат в соцсети и почему 34% испытуемых признались, что не любят своих друзей и почти ни с кем из них не общаются в жизни 26% с удовольствием удалили бы псевдодрузей, но боятся неудобных вопросов в будущем Каждый второй опрошенный вынужден добавлять своих родственников, потому что считает, что так нужно 36% добавляют своих коллег по той же причине Половине пользователей не нравится, что назойливые приятели засоряют ленту новостей своими сообщениями и фотографиями И только 10% опрошенных абсолютно довольны своими друзьями в соцсети, с которыми они предпочитают общаться и в реальной жизни Также выяснилось, что среднее количество друзей в Facebook – 287 человек Дизайнер Джошуа Бёрнс придумал необычную скамейку под названием Shadow Memorize Она сохраняет сведения о сидевших на ней людях По замыслу автора любой человек может записать какое-либо сообщение другим людям И ровно через год они смогут прочесть послание, считав его по тени, которая отбрасывает скамья Тень от спинки сидения – это циферблат, ручка скамейки, стрелка часов А в совокупности они составляют уникальные годовые солнечные часы Они показывают как дни, так и часы Каждый час, каждого дня тень уникальная Человек должен сфотографировать рисунок тени и записать в специальную программу Ровно через год другой человек может просканировать тень и ознакомиться с сообщением Насколько эта скамья идеальна, неизвестна Но с тем, что она гениальна, не поспоришь Пока внуки спят их, дедушки и бабушки режутся в GTA К такому неожиданному открытию пришли исследователи из британского отделения американской компании Exponational Interactive Они проанализировали данные о двух миллионах британцев, которые играют в GTA И сравнили их типичные черты Игра особенно популярна у двух возрастных категорий У тех, кому от 20 до 35 лет И от 55 до 64 Таким образом, радикально меняется стереотипное представление об образе современных геймеров Любители GTA – люди, которые состоят в браке У них есть дети, они любят ходить в семейные походы Они в ночные клубы, как это можно было бы предположить по сюжету игры Они на 63% чаще занимаются бегом, многие любят кататься на водных лыжах Они интересуются искусством и литературой Особенно у них популярна историческая литература Фанаты игры имеют средний доход и чаще покупают шляпы, костюмы и портфели В России будет запущена национальная поисковая система «Спутник» Ее планируют запустить уже в 2014 году Работа над его созданием ведется на протяжении двух лет А сумма инвестиций перевалила за 20 миллионов долларов Разработчиком системы выступает компания KM Media, которая принадлежит портал KM.ru Интернет-энциклопедия Кирилл и Мефодий Идея возникла еще в 2008 году, когда президентом был Дмитрий Медведев Для работы над ним компания активно переманивает специалистов из Яндекса, Майл.ру, Групп и Гугла Эксперты считают, что с Яндексом и Гуглом ему тянуться будет очень сложно Фейсбук запретил скрывать профили пользователей в поиске Теперь каждый желающий сможет отследить всю общедоступную информацию из хроник пользователей Опция «Кто может искать нашу хронику по имени?» удалена Теперь в соцсети можно использовать расширенный поиск, например, по месту проживания Пользователи, самые популярные в мире соцсети, этими нововведениями недовольны В последнее время в соцсети и так наблюдается массовый виртуальный суицид Главная причина – опасения за сохранение неприкосновенности личной жизни в интернете На это жаловалась половина покинувших Фейсбук пользователей Фильмы о неудачниках помогают преодолеть депрессию А вот истории успешных людей и истории золушек вдохновляют не всегда Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Люди, которые в течение пяти дней смотрели видео, повествующие о неудачах Чувствовали себя увереннее и были лучше мотивированы еще трое суток спустя Группы испытуемых, смотревших видео про успешных людей, не получили тех же результатов Людям дает надежду процесс преодоления проблем, а не хэппи-энды Говорит один из исследователей Просмотр подобных фильмов помогает выйти из депрессии и преодолеть проблемы Американец Броди Райана по совместительству широко известный в узких кругах музыкант И певец невольно проставился на весь мир После того, как выложил в свой инстаграм 16-секундную видеозапись На которой то ли дурачится, то ли выбирает наиболее удачный ракурс для фото Приятельница встретила этого парня в кафе Он попросил у нее номер телефона и прислал вот это Хорошая работа, старик, пишет подруга о девушке Которая адресована видеопослание После того, как данное видео попало на YouTube Посыпалось огромное количество пародий А героя прозвали Starbucks Drake Hands Так как видео записано под популярную сейчас композицию певца Дрейка Девушка, которая посвящена видео, призналась, что переслала запись Броди двум друзьям Один из которых и выложил ее в сеть В 2047 году на Земле может стать невыносимо жарко К такому выводу пришли ученые Гавайского университета в МАНОА Приблизительно к середине века средняя температура будет с каждым годом теплее, чем прежде за период с 1860 по 2005 год, когда велись наблюдения Постарайтесь вспомнить самый жаркий, изнурительный день в своей жизни, отмечает один из исследователей Именно такая погода скоро станет нормой Если государствами будут предприняты попытки сокращения выбросов, то этот момент может быть оттянут до 2069 года Для каждого города планеты такие климатические потрясения могут наступить в разное время В Нью-Йорке в 2047, в Пекине в 2046, а в Москве в 2063 Пожалуй, единственный, кто рад этой новости, это, наверное, производители крема для загара И люди, которые любят погреться на солнышке Лежа на песке А вот что касается песка Ученые из Швеции изобрели кинетический песок Он имеет особые полимерные покрытия, изготовление которого держится в строжайшем секрете Предлагаю к просмотру видео необычного песка А я с вами прощаюсь до следующей недели Ищите нас на портале rostovlife.ru Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok